Может ли электромобиль быть симпатичным? Опыт Теслы и Ягуара подсказывает, да, может. Хотя другие марки, желая эффектно подчеркнуть зеленую сущность батарейных моделей, иной раз перегибают палку. И BMW iX наглядный тому пример. Резкие ломаные линии, конечно, выделяют электрические BMW среди бензиновых и дизельных собратьев. Но поклонники творчества Вильгельма Хофмайстера, Поля Брака и Клауса Лютте очень удивятся. Короткий передний и длинный задний свес – это очень по-немецки. Но столь тяжеловесную корму объяснить трудно, ведь машина строго пятиместная, и батарея размещена в полу между осями. А как вам шестиугольный руль или изогнутый тачскрин на несуразных ножках, объединяющий приборную панель и экран медиасистемы? Дизайнеры явно стремились изобрести автомобиль заново. И только технически iX почти совершенство. Баварцы, наконец, доделали свою электромобильную платформу. Так что компоновка вышла образцовой. И двухмоторной, благодаря чему новинка порадует приводом 4х4. У кроссовера iX3, напомним, вольтамперную начинку пришлось подстраивать под имеющийся кузов. Получилось не слишком удачно. Как минимум потому, что пионер баварской марки имеет строго задний привод. Что роднит обе модели, так это силовая установка пятого поколения, составленная из общих модулей. BMW гордится тем, что архитектура не нуждается в дорогих редкоземельных металлах. Предварительные характеристики таковы. При суммарной отдаче моторов около 500 лошадей разгон до сотни должен занимать менее 5 секунд. Точнее скажут перед началом продаж. Хотя уже сейчас понятно, что батареи на 100 кВт часов должно хватить сразу на 600 км пробега. А если по пути найдется мощная 200 кВт зарядка, то пополнение аккумулятора энергии на 70% займет всего 40 минут. Удивительно, но батарейная новинка появится и в России. Хотя случится это не скоро. Скорее всего, в 2022 году. Ведь старт производства модели отложен до второй половины 2021. К тому времени машину обещают обучить высокому классу автономного вождения, а все необходимые для этого технические решения уже заложены, включая поддержку сетей 5G. Еще бы дизайн подправили, но на этот счет никакой надежды.